Привет, друзья! Не удивляйтесь, но вот эта интересная машинка, вот это странное сооружение с надписью «Бомба Милака». Видите, «Бомба Милака»? Это значит пожарная машина города Милака. Она была создана в 1937 году и пришла на вооружение в 1939 году шефом полиции в Милаке. Разумеется, это все по британскому образцу. Ее вес 6 тонн, и она довольно исправно служила в этом городе. И, как видите, она очень хорошо сохранилась. Ну, потому что готовили ее, изготавливали британцы. Я думаю, это был рассвет Малайской империи, под началом Британской империи. Они здесь правили почти 200 лет, англичане. И очень многое осталось, скажем так, по наследству. В том числе и вот эта машинка. Вот здесь можно увидеть ее мощность, номер мотора, вес и все прочее. И она прослужила 35 лет, скажем так, вот эта машина. Мы видим, как она, в принципе, очень неплохо сохранилась. И тоже красного цвета. Вот здесь есть колокол, который били, который били когда-то. Язычок уже сняли. Когда-то, когда передвигались здесь по городу. Еще одна машинка есть у нас здесь. Бульдозер. Оливер за бульдозер. Вот здесь даже написано так. В 1940 году она пришла. Наверное, для каких-то сельскохозяйственных работ, либо для дорожных. В общем, здесь написано. Можно просмотреть и прочитать. А, для резиновой каучуковой плантации. В штате. В джунглях. Ага. Да, для работы в джунглях. Ага, все, я понял. Он служил на 50% бензин и 50% керосин. Его вес 1 тонна. 1 тонна. Прикольно. Оливер бульдозер. Прикольный такой, маленький, да? Окей, друзья мои, меня зовут Олег Петров. Я по-прежнему нахожусь в прекрасном городе под названием Милака. Это исторический музей. Один из них. Река. И впереди еще очень много интересного. Еще один музей у нас на горизонте. Прямо по центру Кандра. Музей. Какой-то музей, этим словом. Вот там у нас еще один музей. Впереди много интересного, друзья мои. Будьте счастливы, не забывайте путешествовать. Увидимся на краю света.